Итак, у нас на сайте kp.ru и в газете, в комсомольской правде, в ежедневке вышло огромное расследование, совершенно удивительное, Ульяна Скобиды по поводу, на мой взгляд, самой противоречивой и самой неоднозначной персоны нашего политического Олимпа, наверное, так можно сказать, Натальи Поклонской. Самый любимый и самый ненавидимый. Да, это так. Но началось-то всё совершенно по другому поводу. Давай, Ульян, ждём от тебя всех подробностей. Начнём сначала. Для чего ты отправилась в Крым? Моё расследование изначально касалось прокурора Шкитова. Помните, зампрокурора Симферополя, которого лишили гражданства за предупреждение кинотеатрам не показывать трейлер Матильды? Он тут в эфире был. Мы подумали, какое безобразие. Поклонская же писала, что он приехал защищать Крым от бандеровцев. Поехали защищать человека, совершенно искренне. В Крыму с гражданством так. Там имеют право на российский паспорт все, кто проживал на полуострове на 18 марта 2014 года, на момент референдума. И Шкитов не проживал на территории полуострова. Он из Донецка и работал в Киеве. Это все знают, потому что он выступал гособвинителем Ильи Тимошенко, Юрия Луценко. То есть у них был министр МВД, потом стал генпрокурором. И Луценко в процессе говорил, что Шкитов гопник в погонах, ему надо дать пинка, сорвать погоны и выгнать из этого помещения, то есть из зала суда. Ну то есть он точно там не жил. У него поддельная прописка. Это следует прямо из документов, которые Поклонская выложила в блоге. Прописка, которая стоит у него в российском паспорте, не проходит ни по базе территории ментовской, ни по ЕРЦ. То есть он не платил за эту квартиру. Ну просто документы надо читать, когда мы защищаем человека. Мне стуканули компетентные органы адрес этой прописки. Я поехала в Балаклаву, а там дверь, представьте, заваренная монтажной пеной по периметру. И соседи говорят, а, там у нас Коля помаленько живет, он полтора года назад сел за убийство. А мама его Лена померла на Новый год, из-за двери воняла, вот мы и заварили. Мама там осталась? Нет, там, наверное, продукты остались. Маму похоронили. Они говорят, там 11 квадратных метров без окна. Это такой домик, ну, Балаклава, в сталинской постройке, двухэтажная с одним подъездом. Очень типичная резиновая квартира. Резиновая, совершенно верно, квартира. Органы так по-тихому и сказали, резиновая квартира, туда многих прописывали. И даже вот прописывали, а по базе не проводили. А мне соседи говорят, вы в ящике покопаетесь-то почтовым, вы убедитесь, сколько у них долг за квартиру, на чью фамилию. А я вам сейчас признаюсь, в голубой мечте журналиста-расследователя. Всю жизнь я мечтала вскрыть почтовый ящик героев. Всегда меня останавливали какие-то моральные принципы. Но в данный момент, когда резиновая квартира, заваренная монтажной пеной, неизвестно на какую фамилию, и мне надо доказать, я с айгаком к этому ящику, маникюрные щипчики, пинцет, я вытащила квитанцию на совершенно другую фамилию, на третью, не на помаленько и не на Шкитова. То есть реально резиновая квартира. Ну, квинтацию, разумеется, обратно затолкнула. Слушай, ну получается, что прописка липовая, а у человека, который работает прокурором... ...липовая, а вот давайте не будем детьми, кто мог устроить Шкитову фальшивую прописку, если он приехал из Киева и сразу стал зам Поклонской, зам прокурора Крыма по международным связям. Ну, мне кажется, кто бы это мог быть, да, мне кажется, комментарии излишни. Я нашла девочку из ФМС, которая выдавала этот паспорт, потому что Поклонская выложила реальные документы милицейской проверки, там эта фамилия написана. «Какой прикомандированный из Мордовии сотрудник получил 100 бланков паспортов, в том числе этот?» Я ей написала. Она говорит, да, действительно, вот я была в командировании. Нет, нет, никто меня не допрашивал. На минуточку. Лицо подделка документов. Шкидов подделывал. Девочка эта ФМСница подделывала из Мордовии. Или же начальство, так скажем, Шкидова подделывало эти документы. Подделка преступления налицо. Исполнителя не допрашивают. Очень интересно. На мой взгляд, очень интересно. Там, по ходу, ситуация складывается так. Все в прокуратуре про Шкидова все знали. Когда Поклонская прислала в прокуратуру Крыма совершенно левую экспертизу, где верующих скорбляет и то, что Николай выбрал некрасивую, похожую на мышь или крысу Матильду, а не свою замечательную невесту, и то, что Николай играет актер Ларс Айдингер, который совершает половые акты в другом фильме. Вы понимаете, в другом фильме он совершает половые акты, и поэтому, когда зритель будет смотреть Матильду, он, ну, прям весь на стуле-то изъерзается, он же будет помнить об этом. Вспомнив, как он там, когда-то, кого-то. Да, да. То есть даже не надо ему конкретно вот это самое с Матильдой. Зритель будет вожделеть по мысли экспертов. Ульяна, давай вот прямо сейчас услышим... Доктор, откуда у вас такие картинки называются? Давай прямо сейчас услышим прямую речь Натальи Поклонской, когда она говорила, когда описывала Ларса Айдингера как порно-актер. Сам фильм создан специально изначально, осознавая то, что фильм не о вымышленном персонаже, не о каком-то деятеле искусства, о святом мученике, о святом русском царе, о святом православном. Ведь не специально были подобраны актеры на роль святого государя именно с таким амплуа порнографическим. Ведь у нас в России удивительные актеры. А когда подбирался актер Ларс Айдингер на роль православного государя, неужели создатели фильма не понимали, что образ этого немецкого порно-актера не устроит людей, православных людей, верующих, и неужели не забывает чувство собственного достоинства этот факт? Наталья Поклонская. Вот. Право выносить такое предупреждение кинотеатрам Шкитов не имел, потому что генпрокуратура по запросу той же самой Поклонской уже проверяла этот трейлер и не нашла там никакого оскорбления чувств верующих. Но Шкитов, он то ли был благодарен Поклонской за то, что она, вот скажем так, устроила его в Крыму, ведь она же взяла его заместителем, да, вот Ганимова, которому грозило в Киеве уголовное дело, то ли потому что он правда так думает, он здесь в эфире говорил, что он каждую неделю молится на икону Николая II, и поэтому всей душой был готов. Да, прямо сейчас тогда услышим, чтобы наши слова не были... Как он это говорил? Да, голословно. Что говорил господин Шкитов про Николая II и так далее? Ну, я уволен в будущем 15 августа. Проверка была закончена на тот момент, о чем меня уредила прокуратура Республики Крым. По поводу решения меня гражданства могу сказать только одно. После внесения предостережения по фильму «Матильда», прокуратура Республики Крым начата проверка законности негативных действий с моей стороны. А одновременно прокуратура иницировала вопрос законности получения мною гражданства. Несмотря на то, что он неоднократно проверялся, в том числе предпочтение на службу в органы прокуратуры Российской Федерации при прохождении спецпроверки. Спустя неделю после начала служебной проверки мне сообщили о том, что есть заключение о незаконном получении мною гражданства. И, соответственно, поскольку негражданин Российской Федерации не может быть сотрудником прокуратуры, я был уволен. А еще Александр Шкитов, бывший заместитель прокурора Симферополя, говорил о том, что он... Это не тот синхрон. Он говорил, что он каждую неделю молится на иконы в церкви, и когда он видит трейлер, где вот это вот оскорбляется, он этого не может терпеть, он хочет, чтобы его жена была похожа на Александру Федоровну. Короче говоря, его вызвало начальство. Говорит, пиши по собственному. Говорит, не буду. Что начальство делает, когда человек отказывается? Правильно, увольняют по статье. Прокуратура стуканула в МВД о том, что за гражданство незаконное. Ну, МВД это, разумеется, подтвердило, потому что так это и есть. Вот и все. Ну, Поклонская Шкитова поставила, Поклонская его и подставила. Цель расследования изменилась. Мне нужно было понять, откуда взялась православнутость Поклонской, потому что если взять Крымскую весну, марк 14-го, то это такая няш-мяш с огромными глазами, полными слез, девочка испуганная, одухотворенная. Там не было ничего от православия Николая II. А если брать еще более ранние фотографии Натальи Владимировны на красном диване, то там нет ничего и от одухотворенности. Там такая, ну, очень сексуальная, томная блондинка. Это не плохо, но разница радикальна и очевидна. Причем за очень короткий промежуток времени. Да. Я нашла двух коллег Поклонской, которые знают ее с 2007-го года и рассказывают очень интересные вещи. Наташа всегда горела на работе. Я это прокурорша, которая рассказывала, говорила, Наташка, ты поешь хоть что-нибудь, тебя за шваброй не видно. Ты мотаешься в море. У нее была природоохранная прокуратура, какое-то там дело по браконьерству рыбы. Одно яблоко в день, ты так не выживешь. То есть человек увлекающийся, человек горит на работе. Но само по себе это же неплохо. Абсолютно ничего не плохо, ничего не говорю плохого, слушайте меня. Когда Наташа уехала работать в Киев, то возвращаясь в Симпрополь, она ходила в желто-блокитном костюме, желто-голубом, цветом государственного флага, и получала прокуроров, что надо говорить по-украински, сколько живем в незалежном государстве, государственного языка не знаем. Снова, я сказала что-нибудь плохое? Нет, человек настроен патриотично. Патриотичные взгляды были такие. Мне, Наталья, очень понятно, потому что бороться с чем-нибудь, это и мое тоже, может быть, это украинское. Она пассионария. Она человек, увлекающийся и отдающий себя до конца абсолютно. Потом, когда настала Крымская весна, там был такой момент, когда прокурорам надо было выкинуть из кабинетов любые упоминания об Украине, желто-голубые папки выкинуть. Пришла проверка, одного прокурора увидели Уголовный кодекс Украины, говорит, удостоверение на стол. Говорит, я дела привожу в соответствие с новым, мне сверяться надо. Ну, ладно, оставили. Но вообще уже некрасиво. Момент, когда Наталья стала очень православной, отслеживают четко. В августе 14-го она уехала в отпуск, вернулась в октябре 14-го с кольцом на пальце и совершенно неузнаваемая. И вот этот момент, что эту женщину, которую показывают по телевизору, они не узнают, это не их Наташа, которая работала с ними, мне в Крыму говорили многие. Потом это было опубликовано, это все знают, Наталья Поклонская венчалась в монастыре близ Ганиной яма на Урале. Ганина яма, понятно, это место, которое связано с захоронением объенных романов. Понятно, ниточка к Николаю II. Вот здесь начинается это, да? Да. Думали, что это муж втянул, потому что муж, он из Перми, вот этот вот венчанный муж, с Урала, а для Крыма, вот это вот Екатеринбург, Пермь, вот это вот все где-то там, ну, примерно так и рядом. Мы послали пермскую вкладку, они мне нашли родителей мужа, сослуживцев мужа, первую супругу мужа. Мы не называем фамилией, но просто потому что человек оказался ни при чем, и мы не хотим его вовлекать во всю эту историю. Он из маленького городка Красновишерск, он офицер генпрокуратуры, он проводил аттестацию вот этих вот крымских сотрудников, кто будет работать с Россией, кто нет. Версия не подтвердилась. Нормальный парень? Да. Да, ну, нормальный, не воцерковленный человек. В прокуратуре начался цирк, рассказывают прокуроры. Поклонская начала строить рядом с зданием прокуратура часовню, прямо возле входа. Они говорят, это курилка наша была, мы туда курить ходили. А строила, как рассказывают, на деньги профсоюза. Никто под этим не подписался, но вот говорят, что это так, это те, которые премии, которые были на Новый год. Вот радость тоже прокурорам. Вы понимаете, там половина вообще крымские татары по национальности. Ну, не по новинам, но я встречала некоторых. А уж что было, когда часовня замироточила. Представляете, вы государственный служащий другой религии, честь прокурорского мундира. Ржут, говорят, ржут и плачут. Иконы у нас мироточат, бюст Николая у нас мироточат. Давай услышим. 30 секунд буквально Наталья Поклонская о мироточащем бюсте Николаев в Крыму. Мои сотрудники звонят из Крыма, из прокуратуры, которые ухаживают за часовней. Вы знаете, сегодня утром бюст Николая II, государя нашего, который мы установили в сквере возле часовни, замироточил бюст. Поэтому люди приходят с детьми, чтобы приложить их, чтобы исцелились дети. Когда сделали фотографии, направили, ну, вот это вот чудо, которое не объяснят ни ученые, никто. Наталья Поклонская, депутат Госдумы, тот самый отрывок в интервью комсомолки про мироточащий бюст Николая II. Я поехала в эту часовню. Там смотритель подстригает розы. Он мне рассказывает, да, Алексей Вобла его зовут, он тоже пострадал из-за мироточения, его уволили из прокуратуры, он там рабочим работал, ну, газон и стриг. Когда он заявил о мироточении, он говорит, меня уволили, как Шкитова, ну, вот только гражданство не лишили. Он рассказывает, и это иконы мироточила, вот царская семья мироточила, казанская божья матерь, и я не понимаю, он верит в это или передо мной мошенник, потому что нет ни единого доказательства, мне не дают фотографии и не приводят никаких свидетелей, вот кроме вот этих вот рабочих. И тут он говорит, а вчера еще шарики прозрачные с купола падали. Я руку подставил, шарик на руке стоит и не растекается, а потом раз и исчез. Боже мой. Он подзывает другого рабочего, говорит, Валентин, правда шарики падали? Да, я тоже видел. Вот такая атмосфера. Я думаю, приехали. Тут бабушка приходит, церковь заходит, там что-то они с ней делают, меня Алексей зато ли, и она, идите сюда. И мажет меня миром, достает скляночку, это, говорит, мира, которая вытекла из Николая Второго. Мы его собрали, а комиссии духовник отдавать не благословил. Говорит, отберут иначе. Комиссия церковная приехала и постановила, что не было мироточения никакого. Они мир и притырили. Партизанская деятельность такая. И вот на что это вообще похоже? Они приход слушает духовника и не слушает правящего архиереи. Вообще по идее это похоже на сеть. Происходят чудеса, которые видят члены общины и не видят внешние. Люди, попав туда за месяц, меняются до неузнаваемости. В часовне стоит картина вместе с иконами. Царская семья, перед расстрелом в доме ипотиев такая известная картина «Голубенькие обои». Значит, Поклонская венчается за своим избранником без штампов в паспорте, мы это знаем. Вообще наша православная церковь не венчает без ЗАГСа. Все это похоже на секту. Нам Михаил пишет в ватсапе «Не обижайте Поклонскую». Да мы Михаил не обижаем, это факт, который собирает... А мы, может, спасти хотим человека? Это факт, который собирает Ульяна с ковида. И вот еще то же мнение... Ульяна, прошу, ответь, пожалуйста. Да, Юстас нам пишет, человек, который подписывается как Юстасу, так правильно сказать, что это за субъективное и сугубо пристрастное расследование со сбором всякого рода чернухи. Никаких фактов, никаких документов, а только «мне рассказали», «говорят» и так далее. Почему я должна на это отвечать? Я ссылаюсь на документы, которые выложила Поклонская. Там все конкретно про отсутствие гражданства. У меня есть экспертиза, которую прислали Шкитову целиком. У меня есть предупреждение, которое Шкитов вынес кинотеатром. Целиком я его достала. Интервью с Воблой записано на фото, на аудио и на видео. Посмотрите на сайте комсомольской «Комсомольской правды». Ну, чем Юстус, в вашей карте бита у нас есть все подтверждения тому, что видела и с кем общалась и какие документы были в руках у Ульяны Скобида. Ну, кстати, это же подтверждает и поездка в Крым, и квартира, та самая, кстати, фотография ее на сайте в большом расследовании Ульяны Скобида. Переходим к самому интересному. Духовник Натальи Поклонской, схиегумен Сергий, в миру Николай Романов, духовник женского монастыря спарительницы хлебов, который стоит близ Ганиной ямы. На самой Ганиной яме там мужской монастырь, раньше Сергий был в этом монастыре, а потом перешел в женский, он его построил. Отец Сергий экзорцист, он изгоняет бесов. Это правда. И люди к нему едут со всей России. Этой весной в Екатеринбурге был скандал, когда школьники пошли в монастырь на экскурсию и услышали вот этот фрагмент вот этой самой отчитки, как визжат люди, когда темный дух выходит из тела человеческого, их корежит. Они там от большого ума, они динамики на храм повесили, то есть то, что внутри происходит, оно наружу транслируется, радость у школьников была несказанна, полномочный по правам ребенка там выступал региональный. Хорошо все. До этого был скандал, когда Романова обвинили в окормлении племянника деда Хасана, вора в законе Тимура Свердловского. В 14-м году по приглашению главы Крыма Аксенова по благословлению духовника патриарха Кирилла Ильи Схиегумен Сергий читал в Крыму молитву о примирении России и Украины. Вы, может быть, помните, это было громкое событие, все верили, что это поможет, я тоже верила. Вот, судя по всему, тогда и произошло знакомство Схиегумена с Поклонской, потому что есть их совместные кадры и видео. Все хорошо, это величайшая фигура в православном мире, вот только у меня с Екатеринбургской епархией давние связи. Я когда от их епископа Никона сняла за гомосексуализм, это было наше расследование комсомольской правды, после этого у них работала моя героиня, мама скинхеда Рено. Помните, были скинхеды Рено и Скачевский, которые нерусских в Москве убивали. Вот, мама работала в Екатеринбургской епархии. Интересная связь. У меня, да, большая любовь к этому городу, к этой епархии. Я туда позвонила, и мне прислали приговор Николаю Романову за убийство. В 85-м году группой лиц он забил монтировкой и утопил в реке человека, забросал тело бетонными плитами, сидел в Нижнем Тагиле. Вот он вышел и был рукоположен. Как он был рукоположен, мне в целом непонятно, потому что по канонам русской православной церкви это невозможно. Церковь не рукополагает уголовников. Точно так же, как русская православная церковь официально не проводит чин отчитки. Отчитка была исключена из службы в 18-м веке. Это по благословению. По благословению возможно. Так вообще нет, мы этого не делаем. Экзорцизма у нас нет в православии. На поток не поставлено. Я, кстати, извините, Ульяна, я перебью по поводу Николая Романова, человека, которого называют духовником Наталья Поклонской. Мы не так давно связывали с нашей Екатеринбургской редакцией. И по-моему, Андрей Горбунов нам рассказывал, как он общался пару лет назад с Николаем Романовым, и тот категорически отказался говорить на эту тему. Говорит, мы поговорили о личном, это был Роман Лялин, прошу прощения, наш корреспондент в Екатеринбурге. Мы поговорили о личном, о моем, но когда я задал вопрос про Наталью Поклонскую, он был категоричен, господин Романов. Ну, сторонние люди, сотрудники, с которыми я общалась, подтверждают, что Наталья Поклонская часто бывает в Екатеринбурге, она проводит приемы в приемной Единой России Екатеринбургской. Каким образом? Ну, все знают, что она ездит в этот монастырь. То есть, это подтверждают не журналисты, не церковники, совершенно третьи люди, которым я доверяю. Возвращать, да. Мне тоже любопытный момент рассказывала Екатеринбургская наша редакция, когда они разговаривали с этим духовником, нашему корреспонденту сказал, приезжай, у нас много девственниц, мы тебе девственницу подберем. Ну вот, о моем, о личном. Ну, вот это такой человек, да. Именно это я имел в виду, когда ты говорил, что они говорили о личном, да. Людей он женит. Вот. А журналисты неоднократно пытались выяснить у епархии вот этот вот момент с приговором, потому что опубликовали его мы сейчас, но сведения о нем были в прессе и раньше. Так вот, так вот, епархия отвечает, что схиегумен Сергий не является клириком епархии. Он построил два монастыря там на спонсорские деньги, вот на Ганиной яме испарительница хлебов. Он является духовником, главным, духовным лицом одного из монастырей. К нему едут люди со всей России. Он прозорливец, он чудотворец, но они совсем не понимают, как он у них работает. Ну, какой-то там, так, не в штате у нас, никак за него не отвечаем. Вот примерно вот такая ситуация. Вот так отвечают журналистам. Значит, что у нас еще есть? В 2005 году в Комсомольскую правду обращались родители девушек, которые из полиции, из генпрокуратуры искали своих дочерей. По их мнению, дочери были похищены. Их находили в монастырях в измененном сознании. То есть, конкретно родители говорили, что мы пришли с генпрокуратурой, Маша не в себе, на нее воздействовали. Комсомолка не вписалась тогда в эту тему, потому что девушкам было по 18 лет, они были совершеннолетние. А совершеннолетний человек имеет право уйти в монастырь, уйти от мира и там, ну, пребывать в любом состоянии. Это не дети, а это наша официальная религия. Но с моральной точки зрения, когда девушки бросали своих родителей, которые были против, бросали учебу, когда родители вот в течение 10-12 лет так и не видели своих дочерей, потому что одни у меня нашли свою дочь, другие нет. Это выглядит не очень красиво. Так вот, это были монастыри Романова. И по словам моего журналиста в Екатеринбурге, девушек прячут по скитам, есть система тайных скитов, отряд приезжает, девушку перевозят в другое место. Родители не могут найти своих детей. Люди Романова, по словам моей подруги, журналиста Раисы Ильиной, это те, которые боролись с НН, которые сжигали паспорта. Они поддерживали пензенских сидельцев. Помните, ушли в пещеру и ждали конца света. То есть, это вот такая своя реальность в этом монастыре, близ этого монастыря. И теперь, я надеюсь, вам более понятно, почему Наталья Владимировна Поклонская написала в своем блоге. Напомнить вам, что было написано на стене дома Ипатьевых. Здесь русский царь был принесен в жертву по приказу темных сил. А это же, ну, извиняюсь, это же вранье уголимое. Там не так было написано. Там нашли несколько каббалистических символов, которые не смогли расшифровать, насколько я знаю. Это черносотенная выдумка. Если бы я не боялась ответственности, я бы сказала, что некий депутат еретичка, потому что это ересь. Еретик всякий, кто ставит фигуру царя в центр мироздания, потому что в центре у нас стоит фигура Христа. Еретик всякий, кто говорит, что царь своей жертвой искупил грехи России и спас Россию, это ересь царя Божия. Ересь агрессивная, как выяснилось, потому что уже были взрывы. В Екатеринбурге же такое совпадение. Царь прославлен нашей церковью только в лике страстотерпца, то есть за безропотную кончину. Это не мученик, не великий мученик, он не страдал за веру. Истинному верующему все равно спал ли царь с Матильдой, потому что в постановлении комиссии о канонизации ничего не сказано о святой жизни. Там наоборот сказано, что события этой жизни, кровавое воскресенье, Ходынка и Распутин отношения с ним цариц, слишком противоречиво воспринимаются нашим обществом, и что русский народ пока не способен договориться насчет них. Церковь, конечно, сама заложила эту бомбу, она очень хотела соединиться с РПЦЗ, православной церковью на Западе, и провозгласила святым того, кого половина нашего общества презирает и ненавидит. И приняла такое половинчатое решение, делаем святым только за безропотную смерть. В итоге наши советские граждане не согласны, для них это слишком много, эта фигура презираема, он стрелял по воронам и так далее. А для тех, кто почитает Николая святым, это слишком мало. Они хотят, чтобы он был царем-искупителем. Бомба заложена, противоречия непримиримые. Ну, что сделано, то сделано. Это делалось давно. Сейчас фильм посмотрел уже, патриарх, фильм, из-за которого мы ломаем копья, его посмотрело руководство Крыма, духовенство Крыма высшее посмотрело. Никто не увидел там никаких оскорблений, так же, как не увидели мироточения в той самой часовне. Мне, собственно, я жду, что будет делать Поклонская. Эта женщина не сгибаема и не сокрушима. 41 или 44 обращения направила она в Генпрокуратуру по поводу одного и того же самого фильма на одной и той же самой фактуре. Как депутату ей предлагали сложить полномочия. По моей информации, ну, в Крыму близкие люди рассказывали, что она сказала, мне президент позвонит, то в этом случае я сложу полномочия. Когда надо будет, да? Да. Фильм все равно выйдет. После завтра. Это уже очевидно. Выйдет примерно назначено после завтра. Я жду конкретных действий от Поклонской и ее окружения. Увидимся, что называется. Послезавтра увидимся. Покупаем попкорн и наблюдаем. Что-то должно быть. Будем надеяться, что все это будет в рамках правового поля. Это действительно очень важно. Вот нам Александр пишет, буквально 20 секунд у нас осталось, успею прочитать его сообщение. Вот вам и Поклонская. А какой буч ты развела? Аж патриарх наш ненаглядный комментарий про этот фильм давал. Как она в депутат попала? Непонятно, пишет Александр. Понятно, Аксенов ей свое место уступил по партийному списку. Да, здесь все прозрачно, но совершенно непрозрачно и непонятно дальнейшая история, за которой мы с Ульяной Скобитой обязательно будем следить. Я уверен, что Ульяна придет и расскажет нам обо всем, что увидит. Спасибо большое, Ульяна. Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok ДимаTorzok ДимаTorzok